В общем, сегодня мы будем делать... Давайте бездраствуйте! Сегодня я покажу, как делать вот таких вот сов. Я буду делать маму. Это папа, это, наверное, сын. И будет такая розовая, гламурная мама. Делать я буду в технике сухого валяния. И для этого нужна шерсть и иглы. И иглы разных размеров. Для первичной валки более толстые. Для последующей более мелкая работа, соответственно, более тонкие. Суть валяния заключается в том, что шерсть просто нужно уплотнить. Уплотнить при помощи как раз этих самых игл, на которых имеются зазубрины. Сначала нужно шерсть очень плотно свернуть. Чем плотнее, тем лучше. Тем меньше придется в дальнейшем, собственно, действовать иголкой. Шерсть кладется на губку. И берется игла потолще. И начинается, собственно, формироваться вот такой вот шарик удлиненный, так скажем. Чтобы процесс шел быстрее, я использую иногда две иглы сразу, а иногда и три. Ну вот, в принципе, тело готово. Оно такое довольно ровненькое уже. И сейчас я хочу сделать брюшко другого цвета. Прижимаю. И дальше все заново. Ну, в принципе, пока достаточно. Сейчас буду делать глаза. Для этого я отрываю совсем небольшой кусочек шерсти и скручиваю его в такую, как веревочку. Ну, и дальше смещаю веревочку вокруг глаза. Делаю контур глаз, чтобы они более четко выделялись. Для таких вот уже тонких действий лучше использовать иголку с сечением в виде звезды, звездчатую. Делаю зрачки. И теперь что? Ушки, ну, не ушки, конечно. На самом деле, ну, словно бы называть их ушами. Вот, ну, крыло оно какое-то вытянуто немножко из заостренной формы будет. Да, и последний штрих – это клюв. Должны оставаться вот такие вот кусочки шерсти, которые, собственно, и мы будем приваливать. Без них вам будет привалять гораздо сложнее, без этих хвостиков. Чтобы сова стояла, нужно сделать ей нижнюю часть более ровной. Но это, в принципе, делается даже не иголкой, а можно руками просто так надавить. И все. Ну что, ну вот, сова, собственно говоря, готова. Сейчас покажу со всех ракурсов. Вот, такая. Такая.